Я не открою никому секрет, если скажу, что смартфоны практически вытеснили из продажи примитивной камеры мыльницы. Но аппарат, который мы будем тестировать с вами сегодня, из совсем другой лиги. На компакт он похож только размерами, как, в общем-то, Porsche похож на ушастый запорожец. Здравствуйте, с вами Станислав Васильев, а героем этого обзора стал Sony RX100 пятого поколения на 1-дюймовом 20-мегапикселном сенсоре. В чем-то интересна даже профессиональным фотографам и видеографам модель. О том, что поколение пятой говорит вот эта римская цифра 5 на корпусе. Чисто внешне все камеры линейки RX100 очень похожи. Если вкратце, то RX100 Mark V это камера с несменным светосильным зум-объективом, крупной матрицей и снимает очень хорошо и быстро, чего абсолютно не ожидаешь при таких размерах. Ну, в отличие от большинства компактов, у нее есть вот такой выдвижной видоискатель. Им даже можно включать и выключать камеру. Плюс разворотный экран, такой вот, он наклоняется, в том числе подходящий и для селфи. RX позиционируется, как, знаете, такая универсальная камера для путешественников, которые устали или просто не хотят носить с собой груду объективов в тяжелых сумках. Но, опять же, хотят достать камеру из кармана, сделать снимок вполне профессионального уровня. Кроме того, она отлично подойдет для съемок влога. И об этом мы поговорим немножко позже. В общем, теперь давайте о конкретике в таких терминах и в цифрах. Прежде всего, о самом вкусном. RX100 Mark V умеет снимать ультрарапидные видео на скорости до 1000 кадров в секунду и фотографировать в RAV до 24 кадров в секунду, причем с постоянным следящим автофокусом. И успевая при этом провести полный замер экспозиции. Видеоискатель здесь электронный, соответственно, зум с эквивалентным фокусным расстоянием от 24 до 70 мм. И вполне впечатляющие светосилы от f1.8 до f2.8. Плюс еще есть зарядка и даже питание от USB в процессе работы. Я некоторое время уже снимаю на самую крутую в линейке Sony полнокадровую A9. Ну, в общем, ту самую, которая недавно взорвала рынок и мозги обладателям самых топовых зеркалок. Так вот, по ощущениям RX100 Mark V во многих моментах ощущается как такая, знаете, маленькая A9. Такая же шустрая, те же квадратики следящего фокуса, тоже наведение на глаза и знакомые менюшки. В формате RAV эта малютка фотографирует даже быстрее, только, ну, буфер, размер сенсора и разрешение у нее меньше. Цифры, это, конечно, замечательно, но надо посмотреть, как камера ведет себя на практике. Чтобы вам это показать, мы выбрались снова в парк Царицыно. И здесь посмотрим, на что способен RX100 M5. А поможет мне в этом моя замечательная подруга, телеведущая, актриса, профессиональная фотомодель и, к тому же, моя тезка Стасия Васильева. Давайте посмотрим, как камера себя ведет. Когда вы фотографируете в яркий солнечный день, по мониторчику, может быть, не всегда очень хорошо видно, но это зависит от яркости солнца. И в этом поможет электронный видоискатель. То есть, через него можно визироваться так же, как на больших камерах Sony, совершенно спокойно, привычным для фотографа образом. Очень удобно, потому что картинка крупная, резкая, все хорошо видно. Многие покупают RX100 M5 как дополнительную маленькую камеру для видео, в том числе для установки на такие сверхлегкие электронные стадикамы. Потому что возможности у аппарата вполне серьезные. В общем, здесь есть логарифмический профиль под цветокор, наложение зебры для контроля пересветов. Возможно снимать в полноценном Full HD, причем при 120 кадрах в секунду для рапида. Ну, либо в 4К с битрейтом до 100 Мбит на 30 кадрах в секунду, причем и с полноценным автофокусом. Настраиваемых опций очень много. Плюс есть встроенный нейтральный светофильтр на 3 ступени, ну, чтобы снимать на не слишком коротких выдержках днем, избегая строба. И еще один важный плюс для видеографа. У этой 1-дюймовой матрицы BSI HMOS, ну, то есть с задней засветкой, заметно сниженный эффект роллинг-шаттера. Что немаловажно, у сенсора этой маленькой камеры неплохие шумы, ну, то есть низкие шумы на высоких ISO. Вот вам несколько примеров видеороликов, снятых на Sony RX100 Mark V. Жаль только, что у камеры нет горячего башмака для подключения фирменных беспроводных петлищек или миниджека для подключения внешних. Ну, впрочем, опять же, как вы понимаете, стереофонический микрофон на звук пишут вполне неплохо, а внешний профессиональный рекордер тоже никто не отменял. И еще один важный нюанс. Видео в 4К здесь пишется клипово, желательно не больше 5 минут за раз, ну, потому что корпус маленький, и отводить жар, в общем, при такой интенсивной работе начинки просто, ну, как бы проблематично. И закончу рассказ о видеоблогерской теме. Экран у Sony RX100 Mark V разворотный, что удобно для влогинга, и можно держать камеру в руках или, там, установить на какую-то небольшую селфи-палку, чтобы записать влог в путешествиях. Опять же, для идеально плавных проводок при съемке с рук можно использовать какой-то легкий электронный стадикам. Теперь давайте разберемся с тем, как Sony RX100 Mark V фотографирует. Ну, сразу скажу, что никакой самый флагманский смартфон, естественно, в ближайшие годы к этим возможностям не приблизится. Знаете, это я вам как капитан очевидность просто говорю. И 1-дюймовый сенсор для камеры таких размеров считается крупным. Если сравнивать с фулл-фреймом, то это Кроп 2.7. Ну, что, в общем, очень неплохо. Значит, будет даже размытие, причем не рассчитанное там кое-как софтверно, как вот на смартфонах, а именно честное такое оптическое размытие. Один из явных плюсов – низкие шумы на высоких ISO, что позволяет, опять же, уверенно делать хорошие кадры даже в условиях недостатка света вечером и ночью. Ну, и, как известно, понятие рабочее значение ISO прямо зависит от того, как вы используете кадр. То есть, для соцсетей или на билборд. Но результат даже на ISO 6400 здесь вполне пригоден для выкладывания классных вот в Инстаграм. То есть, камера будет интересна вариантов и для тревел-блогера, и не только для видео, но и в плане фотографий. К тому же, в Sony RX100 Mark V есть полноценные ручные регулировки, такие же, как у самых старших камер Sony. Ну, начиная от регулировки выдержки, диафрагмы ISO в широких пределах, включая экспокоррекцию в полностью ручном режиме и заканчивая различными вариантами зон фокусировки, распознаванием лиц, улыбок, узнаванием конкретных людей, плюс фирменная технология наведения резкости прямо на глаза. Вот как раз сейчас покажу технологию слежения по глазам, которая тоже есть в RX100 M5, как и в старших камерах Sony. Работает все просто. Вот если обычный следящий фокус, видите, он старается навестись на ближайшие объекты. Соответственно, Стасю в этот момент он в кадре не видит. Выносим фокусировку на глаза на отдельную кнопку, прямо в процессе съемки нажимаем, и камера начинает фокусироваться прямо в зрачки. И вот я нажимаю кнопочку, я на нее назначил попадание на глаза, и все, фокус уже у нее на лице. Это, соответственно, может совершенно спокойно кадрироваться, какие-то предметы брать в кадр. И как только камера видит ее глаза, она на них наводится. Возможно, это стало, благодаря появлению в камере мощной начинки и фазовых датчиков автофокуса на матрице. Ну, как у самых старших моделей. И в этом заключается одно из ключевых отличий пятого RX100 от четвертого и более ранних. Благодаря фазовым датчикам, камера по автофокусу стала, знаете, такой впечатляющей, быстрой в любых условиях. И следящий фокус у нее хоть на фото, хоть на видео, работает с бронебойной уверенностью. Опять же, важно то, что датчики покрывают значительную часть кадра, то есть можно не задумываться о перекадрировании, снимаясь непрерывным следящим фокусом. Экран у Sony RX100 M5 разворотный, причем полностью разворотный, в отличие от их беззеркалок. И это очень может быть удобно для селфи. Ну, я не селфи-мастер какого-то там 80-го левела. Вообще мне селфи плохо удаются, поэтому, Стас, у меня будет тебе просто такой парт-задание. Взять эту камеру и напилить хороших селфи нам в обзор. Что еще важно? Садящий фокус доступен на максимальной скорострельности, а у RX100 M5 это 24 кадра в секунду. Ну и, как я и сказал, в этом режиме работает и полноценный экспозамер для каждого сделанного снимка. Выдержка должна быть короткой, естественно, чтобы камера давала полную скорость. Ну, таким образом можно снимать не только беготню детей или прыжки моделей, но и настоящую спортивную динамику. Конечно, я с трудом себе представляю профессионального спортивного фотографа с такой камерой в руках, но, опять же, сделать репортаж выступлений экстремалов, набить себе в блок эффектных динамичных фоточек, ну, вообще, вот это вот запросто. Что касается работы от батареи. Согласно замерам по стандарту CIP, камера может сделать от вот такого аккумулятора всего 220 снимков. Ну, вроде бы немного. Но в действительности и у меня, и у ряда западных экспертов, которые, судя по камерам, там, не по бумаге, не по пресс-релизам, получалось и полторы, и даже две с половиной тысячи снимков, потому что это, естественно, зависит от того, как именно использовать фотоаппарат. Если снимать с сериями, не пользоваться встроенной вспышкой, не забывать выключать RX100 Mark V, когда камера не используется, то количество отснятого, естественно, будет разительно больше. Ну, вот, чтобы не быть голословным, давайте посмотрим, сколько мы сделали кадров сегодня. За время записи этого видео, сейчас вот посмотрю, у меня получилось сделать 919 кадров. В том числе мы записали несколько видеороликов в полном 4К и в Full HD 120P. Вот, собственно, это видно на экране. И от аккумулятора осталось еще одно деление, но он практически сел, и, тем не менее, что-то еще внутри осталось. И, кстати, о вспышке. Она здесь встроенная, находится прямо рядом с видоискателем, и умеет светить не только вперед, но и вверх. Для этого просто нужно вот так вот наклонить пальцем, что в помещениях со светлым потолком вам позволит получить кадры с мягким отраженным светом. Ну, сделанный как будто с внешней вспышкой. В общем, такой же удобной вспышкой камеры серии RX100 оснащаются еще начиная с третьей версии. Опять же, вернемся к батарее. Она здесь такая же, как на предыдущих моделях, и, что немаловажно, унифицирована с экшн-камерами Sony. Аккумулятор сам по себе маленький. Таких несложно взять с собой, наверное, даже и горст про запас. К тому же Sony RX100 Mark V умеет заряжаться не только от USB, но и питаться от USB. А значит, можно всегда взять с собой пауэрбанк. Ну, и он пригодится для каких-то длительных записей видео, для многочасовых съемок таймлэпсов, для работы зимой на морозе, когда вы можете спрятать аккумулятор под теплую одежду. В общем, для путешественников и туристов вариант просто отличный. Для упрощения связи со смартфоном в RX100 Mark V есть NFC, а для передачи отснятого Wi-Fi. Еще камера умеет сама подключаться к Wi-Fi сетям, чтобы можно было скачать на нее дополнительные приложения, расширяющие возможности. Ну, что ж, давайте подведем итог. Sony RX100 Mark V отличная камера в качестве премиального подарка, например, увлеченному фотографу-туристу. И, как еще один аппарат для профессионала. За счет чрезвычайно компактных размеров, RX100 удобно носить с собой даже в кармане брюк. При этом результаты на фото и на видео вполне на уровне интересном даже для самых опытных фотографов и видеографов. Внушительные серии на скорости до 24 кадров в секунду в RAVI. Возможность снимать рапид, логарифмический профиль, встроенный ND-фильтр. Знаете, эту камеру ни в коем случае не стоит относить к мыльницам, то есть к обычным компактам. Потому что по начинке и по возможностям RX100 5-го поколения уверенная флагманская модель. М-Видео. Нам не все равно.